здравствуйте ребята итак первое геймплейное видео появилось в youtube это на канале line hard один старейших англоязычных кому даже из британии англоязычных тотал варщиков вот он значит альфа-версия фараона это только битва больше ничего вот посмотрите как бегут ребятки сейчас вы все поймете я открыл свои видосы как раз где я делал по анимации давайте я помедленнее поставлю чтобы вам понятно было вот они бегут обратите внимание они абсолютно одинаковые то есть они абсолютно одинаковые движения делают они ничем друг от друга не отличаются то есть это просто размножили солдатиков но что я могу сказать именно в этой альфа-версии генерала поставили в отряд то есть это не одиночный отряд это не значит что одиночного режима не будет в игре вот в данный момент он бежит вместе с телохранителями с отрядом телохранителей и возможно это как раз еще одно подтверждение того что разработчики нас смотрят и пытаются работать над ошибками нас это меня волан да там и остальных ребят которые давным-давно кричат что вы делаете говно это колесницы тот же самый фараон не путайте это фараон смотрите вот чел стоит держит копье сюда вот чел стоит держит копье сюда же они вообще ничем не отличаются просто клонированные солдатики то есть абсолютно пластиковое все вот чем это отличается от трое вы знаете это трое вот они бегут точно такие же то была трое а это египет не перепутайте он кстати бежит копье я сейчас специально скорость помедленнее поставил чтобы все успевали посмотреть смотрите смотрите вот видите копия посмотрите на кончики копии они вообще не шевелятся они им на параде выступать серьезно им выступать на параде видите это трое нет это фараон это фараон вот трое вот трое так следы кстати там он специально я не знаю возможно ему разработчики сказали посоветовали да может он сам догадался здесь он следы у стрел отключил есть такой ползунок хитрый который отключает следы у стрел то есть вы теперь эти стрелы нахрен вообще не видите веса у них нет звук у них наклеенный то есть он не привязан к самим стрелам просто он накладывается поверх поэтому не обманывайтесь я потом включу кстати звук здесь просто выключил чтобы не слышно было там трендит постоянно по-английски что-то вот здесь показывают башенки как они разрушаются вот сюда вот посмотрите я потом увеличу конечно на когда буду монтировать и это все увеличено вот сейчас это смотрю просто посмотрите как вот эти вот челы они сейчас просто выбегут из башни видите что там сверху сломалось заплевать общества раз кто-то загорелся и вот чел из текстурки выбегает видите я книжку не на эту мушку смотрите на вот эту мушку смотрите вот 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 побежали побежали что щит выронил неужели умрет сейчас непонятно так вот драка идет ну понятно что здесь dlc на кровь не завезли и кто бы сомневался так вот на переднем плане что там драка нет смотрите толкнул ногой классика даже попал по нему то есть даже вроде попал нет нет не попал ну-ка дайте отмотаю назад блин а можно на на секундочку отмотать на 10 секунд на 5 так еще раз сейчас вот здесь вот что-то будет а если это колено не пойми куда так 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 куда смотреть так он махнул он махнул по воздуху потом через долю секунды этот среагировал и типа такой а не ударили а нет нормально так этот куда машет вот куда вот этот копье вот это вот она куда ударила в кого он он то ли по своему ударил то ли поэтому то есть это абсолютно не синхронизированной анимации чтобы понимали что такое синхронизированной анимации это когда два человека выходит друг против друга фехтуют из них делают motion capture технологии то есть когда именно пара фехтует они когда один человек здесь видно что motion capture не делали даже с одного это чисто мультях мультях а то есть это просто мультик пытались анимировать под движение человека это не захват движения это просто какой-то скелетик пытается что-то изобразить смотрите вот это как это держит копье как это держит копье как это держит копье вы думаете так всегда было в тотал варе нет ребята так не всегда было в тотал варе давайте я вам включу что я вам включу сегуна я вам включу конечно же так нет это плохой пример вот Вот у меня халтура разработчиков, деградация анимации, реалистичность Total War. Мой видос. Посмотрите, вот они идут. Гляньте на их копии. Ну, в смысле, на нагинаты. Посмотрите, как они колышутся. Взад-вперед, взад-вперед. Смотрите, как этот идет. Смотрите, как этот идет. Смотрите, как этот идет. Понимаете, сколько здесь человек было заанимировано. Просто чувствуется, что это люди идут, а не пластиковые упыри. Одинаковые. Эти даже в бою держат одинаково, блин, копия. В одну сторону, ептать. Вот он идет, у него вверх-вниз качается, вверх-вниз качается, вверх-вниз, влево-вправо, влево-вправо. Кончик один, кончик второй качается. Он ее в руке держит, она не приклеена к нему. Понимаете разницу, да? Даже в таких вот мелочах. Вы когда издалека смотрите, говорят, ой, мы камеру не приближаем. С высоты птичьего полета, сука, это видно, понимаете? Что это идет строй людей. У вас полное погружение, впечатление идет. Или когда у вас все одинаково держат в одну сторону булаву, сука, слева-направо, блин. Справа-налево. Так, потом опять же, вот я наблюдаю, кто дерется с кем вообще, вы понимаете, нет? Мне казалось, что вот эти дерутся вот с этими. А это кто? А это другой отряд или тот же? Так, этот что-то прилетело ему, что ли? Чего он дернулся? Чего-то раз дернулся. Невидимые, блин. О, вот эти фехтуют что-то там, да? Не-не. Куда этот придурок махнул сейчас? Этот куда махнул, идиот? Этот куда махнул, идиот? Давайте я перемотаю обратно. Может быть я сам слепой? Смотри. Хопа! Куда он махнул? Хопа! Куда он махнул, блин? Этот куда машет? О, там кто-то упал, и рядом даже кто-то махал. Можно поверить, если у вас внимания вообще нету, можно поверить, что это по нему. Смотри, этот хуяк. Вот куда вот этот булавист ударил сейчас? Я вообще не понимаю, подожди. Секунду, куда он? Куда? Куда он бьет? Вот этот вот. Опа! Здесь три человека стояли, он ни по кому не попал. Да. Ну вот. То есть, понятно, синхронных анимаций нет. Не завезли. Не будет. Найн. Нихт. Так. Смотри. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Мы подошли из-за угла. Опа. Да. Так. Это что, стрелы летят или это сопли какие-то? О, это какие-то топоры летят, ребят. Тут летающие топоры есть. Интересно, интересно. Ятаганы какие-то они метают. Я не знаю, насколько это исторично. Но, тем не менее, вот он летит и крутится. Пытаются что-то интересное сделать. Вот это мне понравилось. То есть, смотрите, ребят. Это без дураков мне понравилось. Это убегающие отряды. Они теперь не бегут строем, как было в китайском Total War. Вот здесь, помните, я как-то китайский показывал. Бред. Там вообще не поймешь, то ли они наступают, то ли они отступают. Так, нет, это японская штука. Ой, когда вот эти китайцы дрались, наши волшебные, и их там наконец-то разбили. Они, значит, отступали. Вот это вот, чтобы вы понимали, это китайские ребята отступают, а это этих преследуют. То есть, тут вообще не поймите. То ли они вместе бегут куда-то в атаку, то ли их преследуют, то ли хер пойми. Здесь же явно видно, это разработчики работают над ошибками и смотрят мои ролики. Очевидно. Здесь явно видно, что ребята убегают. Ну, без врагов, пытаются работать над ошибками. Ну, фараон, конечно, в атаку бежит, он наступает только назад, это понятное дело. Какой он же не отступает, он только назад умеет отступать. Но вот этот, вот этот одинаково анимированный, вот этот, вот этот одинаково анимированный. Вот эти трое, да, у них шапочки только разные. Но ты хотя бы визуально понимаешь, что они, сука, отступают. Им всем проткнули правую почку. Вот. И они отступают. Здесь он очень долго трендит. То есть, интерфейс вы видите, да, это, ребята, игра про войну. Не перепутайте. Это не пузыри вы взрываете вместе с детишками вашими, малолетними. Это игра про войну. Там фараон, там, знаешь, видели, кстати, трейлер, нет? Кстати, да. Сейчас, секунду. Дайте-ка я наберу. Это я свои ролики искал. Вот так, если что, пользуйтесь. Total War, Параох. Где у нас Параох? Вот он. Параох. Сейчас, чтобы вы просто понимали разницу. Так, это Lionheart, Total War, Параох. First Luke. О, у них еще. Они уже все, First Luke'ов навыпускали. Это эти самые ломы, лидеры мне. Неужели навыпускали этих роликов? Ой, это мой, кстати. Зацените. Уже, говорят, покупайте все. Давайте-ка быстрее денежки несите, сука. Так, Total War, это они сами, да, за First Luke'ыли это все дело. Кстати, тоже можно будет посмотреть, что они там на First Luke'ыли. Вот здесь трейлер. Сейчас я вам покажу момент, который там, конечно, понятно, с Джуком все замечательно. Это сразу все объясняет. Ну, вот этот момент. О, смотрите. Вот так это должно выглядеть, понимаете? Вот так это должно выглядеть. А выглядит это вот так. Пацаны, есть денег? Так, вот это вот сразу видно. Это троянский интерфейс. То есть, это троянские иконки, троянские вот эти вот кругляшки. Я, кстати, удивлен, что здесь все кругляшки. Я подумал, что... Ну, то есть, это по трое, если бы это было точно трое. Хотя, я, честно говоря, ну, блядь, я не понимаю, чем это отличается. То есть, тем, что здесь вот эти крылышки фараоновские приделали, видимо. Можно эту фигню убрать отсюда, пожалуйста? Вот. Крылышки фараоновские приделали. И тогда этот интерфейс типа фараоновский теперь стал. Ну, вот эти кругляшки означают, что это все легкие отряды. Только теперь еще легкие топорчики есть. Ясно, окей. Так, он здесь трендит много-много-много. Показывает, что у нас фараон стоит. Смотрит за свой кривой меч. Этот тоже, кстати. Ровно так же смотрит. Этот тоже. Ебать. Пацаны, все посмотрите на меч. Так. Посмотрите на меч все. Так, да, что там? Так, ага. Кто еще? Все остальные. Вы что, фараона приказ не слышали? Так, 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 так. О, этот. Нет. Все остальные похуй, похер, фейс. Ладно. Плечи размял. Молодец. Ладно, с интерфейсом поняли. Мультяшный интерфейс. То есть вообще не чувствуется, что они сейчас воевать будут, проливать кровь. Что-то такое. Не-е-е. Вот этот интерфейс, он везде, сука, такой. Во всех новых Total War'ах. Абсолютно во всех. Начиная с Total War Pornhammer'а, заканчивая Трои. А вот это Троица Харствия, вот это вот все. Понятно. Как стреляют стрелы, понять невозможно, потому что он отключил трассировку эту долбанную. Можно посмотреть, попробовать потом, как у самих разработчиков это все на их видосах. Сейчас я сам видел, я не понял, потому что, ну, они вроде стреляют. Куда они стреляют, не видно. Вот, в Сёгоне, например, там без всякой трассировки было и так видно, куда они гасят. А, этот Пароох, нафиг. Когда вот мы лучников смотрим в Сёгоне. Видите, стрела пролетела. Бам-бам. Бам-бам. Вот они летят, стрелы сверху. То есть никакой трассировки, но видно, что они пролетают. Сейчас, сейчас, сейчас. Красота же. Ну, можно бесконечно это смотреть. Так, это я уберу. Фёрст Лук это... От... Ага, да, да, да. Это вот эти пидараски. Ну, в смысле, разработчики. Ёпта. О! Карта компании. Не банутся. Пацаны, ну это трое. Ну это один в один. Блядь. Какое позорище. Пальма красивая. А, вот сопли. То есть, кто не понимает, чего я хочу от стрел. Потому что под прошлым роликом меня постоянно спрашивали, что ты доебался. Можно же отключить ползунок. Во всех. Нет, не во всех. Это только начиная с Парнхаммера этот ползунок появился. В Атиле такого не было. И во всех играх до Атила, а это большая часть тоталваров. Блин. Блин, наверное, девять десятых всех тоталваров, которые выходили, никакой пляской трассировки вот такой вот не было. Был снаряд, который видно. А это просто пририсованная сопля сперматозоида. Понятно, понятно. Да, ну и мультики. Ага, ясно. Ни хера они не показали. Давайте дальше смотреть, что там Лайнхарт наиграл. Так. Я сейчас, чтобы вы понимали, это скорость 0.25, чтобы мы ничего не пропустили. Чтобы мы ничего не пропустили, что надо, я перемотаю. Он очень долго здесь, конечно. А, вот, кстати, очень важная вещь. То есть, появились у генералов. Ну, как появились? Они были. То есть, у них сейчас есть уже обилка на воодушевляющий крик. Это древняя обилка. Она во всех, наверное, тоталварах действительно есть. Вот. Это тупо повышает. Можно на себя ее применять. Можно на землю. То есть, все, кто в пределах какого-то круга, они воодушевятся на союзника. Кастинг рейндж. Кастинг рейндж, сука. Ну, это звучит просто как магия, да? На 80 метров. Это радиус 80 метров. Воздействует на союзников. Эффект радиус 60 метров. А, кастинг рейндж. Это на каком расстоянии ты можешь ее применять. То есть, надо, чтобы юнит от тебя, от генерала на 80 метров находился. Дальше нельзя. И на 60 метров вокруг радиус будет всех заморален. Длится он 30 секунд, плюс 7 морали. Это старая фигня. Везде есть ничего нового. Абсолютно ничего нового. Просто один в один, как было во всех, во всех, во всех тоталварах. Так, вот он выводит сначала. Да, он тут говорит, очень красивые виды, красивые виды. Херня эти ваши виды. В любом тоталваре, по мере движков, было сделано более-менее. Подожди, он там стрелял стрелками. Надо посмотреть сначала, как он стрелками стрелял. Че? Вот это говно что-то там кидает дротики. Дротики не видно. Он подключал эту трассировку сопливую. То есть, непонятно, по какой траектории летят. А это же очень самое важное. Ага, вот топоры полетели. Вот, видите, топоры, нет? Я заметил. Несмотря на то, что вот они летят, топоры. Вот они куда-то врезаются. Вы видите, что кто-то падал от них? Нет. Так, ну ладно, давайте продолжим. Что дальше-то? Куда они там стреляют? Сразу говорю, не видать. Так, по нему стреляют. Тоже. Во, во, во. О, я вижу стрелы. Смотрите, вот они летят. Вот они, вот они. Они вылетели и... Непонятно. То есть, вот смотрите, это боевое соприкосновение. Вот этот кусочек, да? Вот этот парень, парень, говорю, вот этот отряд как стоял. Интересно, кстати, почему тут з-з-з-з вот эти вот отряды. Это что такое? Типа они не участвуют или что? Они как стояли вот здесь сзади, никто не подошел, никто ничего не сформировал. Тут вроде у них появились какие-то формации, вроде бы, но они вот дерутся только передние отряды, этим вообще насрать. То есть, они действуют абсолютно не в составе подразделения. Они просто... О, смотри, смотри, смотри. Вот что должно было произойти сразу. Вот теперь они очнулись и начали вроде как шевелиться. Может быть, это из-за того, что у меня скорость как бы маленькая, поэтому так. Давай обычную скорость поставим. Но это было, конечно, тупо, блин. Потому что они должны были формацию сформировать еще до столкновения. Встать стеной. Теперь они подбегают. Смотри. Он вообще ничуть не заботится. Он просто... Блю. Ладно, сука, разработчики тупые. Но ты-то играешь уже сколько лет, блин? Десятилетия больше. Ты почему стреляешь вот этим отрядом вот в этот отряд? Он уже настолько привык, что вообще своих не заденешь. Ему насрать, да? Сейчас вот так стрелы полетят, я понимаю, правильно? Или что? Я не вижу здесь значка, что он не может стрелять. Обычно это в Атиле, например, красным значком лука отображалось, что стрелять невозможно. Нет, у них... Вот этот не может стрелять. Что за отряд? Нам не объяснит. Это же, блядь, гений говностратегии. Сейчас он рассказывает. Смотрите, как буря началась. Ебать, ебать. Буря началась. Это уже... Это невероятно. Давайте посмотрим. Далее. 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 Да, он говорит, выключил интерфейс. Да, 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 полюбуемся еще раз на анимации. Это очень надо. Он сейчас тоже об этом скажет, что синхронную анимацию вроде бы не добавили. Серьезно? Так, куда ты пнул, чувак? Вы видели? Куда он пнул? То есть, анимации не синхронные. Он просто машет в воздух. Вот сейчас смотрите сюда. Он просто машет в воздух ногой и потом добавляет щитом. Хопа! А этот, тем не менее, получил удар. Да, отлетел. Это бесконтактный этот самый. Как он называется? Бесконтактное боевое искусство, ебать. Бах! И щитом ему еще. Да, пауэршот. Так, точно такой же, да? Нога. Шлем. Сука, вы понимаете, что это один в один как втрое было? Я же это все показывал уже, блядь. Я же эту всю херню показывал уже. Так, это Китай, 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 Китай. Блядь, меня же это вообще вымораживает. Но почему вы настолько вот халявите? Ой, ой, ой. Ой, посмотри, как все понесло здорово. Можно бесконечно смотреть. Так, это Китай, понятно. Вот она. Это что у нас? Нет, это Атила. Это уже трое кончилось. А где же трое там наше? Смотри, ползет. Кто ролик этот не видел, всем рекомендую. Потому что здесь, блин, просто настолько обсасывается, блин, в момент синхронных анимаций, что просто самый дебил поймет, насколько это атмосферу создает. Это все Китай. Пока я искал, я уже забыл, что я хотел показать. А, я хотел показать эти дебильные, короче, анимации, где они бьют один в один, короче, своим этим ногой. Здесь, кстати, еще с кровью получается, да? У Ахиллеса побольше-то анимаций. Где они бьют ногой, а потом добавляют щитом. Ну, походу, мы не дождемся даже этого, да? Так, это Ахиллес там всех рубит, понятное дело. Нет? Не сегодня? А, вот, пожалуйста. Нога. Еще нога. Отлично. Че нет-то? Вот это, кстати, анимация тоже была везде, по-моему. И вот, с колена удар в прыжке. Вот она, нога, пожалуйста, только. Вот еще нога. И вот щит, видели? Нога и щит. Еще раз. Вот здесь. Нога. Нога. Щит. Вот так вот, видите? Ну, это ж, сука, трое. Ну, один в один, вот, ядь. Здесь даже кажется... Ну, это, наверное, потому... Вот, кстати, стрелы летят, да? Куда они летят? А стрелы летят, стрелы. Шальные. Летят и не очень. Да, они, короче, когда подлетают к цели, они взрываются облачками такими, да? Если урона не наносят, и все. И непонятно вообще, вот иногда стрелы появляются в земле. Как они? Они их рисуют, что ли, сука? Потом, по факту, почему в землю они втыкаются, а в тела нет? Взаимодействие стрелы с землей прорисовано, а с башкой нет. Это как? ЛС надо покупать отдельно или что? Сейчас я прямо увидел, как они... Есть синхронные анимации, пацаны? Я обманываю. Есть. Только они синхронные с одной стороны, когда у тебя синхронно один отряд делает одно и то же движение. Вот это синхронно. Бам! Нет, не попал. Не верю. Бам! Нет? Похоже было. Иногда он случайно просто попадает. Вот, видели, махнул просто мимо. Смотри. Сейчас вот этот вот кривой меч, как он там называется. Нет, тут головы не было на самом деле. Голова сквозь щит проходила в этот момент, понимаете? На, ногой, да. Хуй, блять. В строю как раз пацаны ногами махали. Вот знаете, когда идет строевой бой, это же самое милое дело. Под вражеский меч голую ногу выставить. Так, ну да, да, да. Ёпта мать. Я не знаю, просто у меня иногда такое ощущение, что там 50% зрителей моих, которые там обожают Вархаммер, там трое защищают Китай. Там еще какую-то херню. Ебать, вот это что такое было сейчас? Ну-ка. Сюда смотрите. Уи-и-и. Ну да, ну да. Прекрасно. Пи-ю. О, вот это попадание было похоже, да. А это нет. То есть сейчас было такое, знаете, иногда получается, что у них как-то срабатывает, да, смотри. Уи-и, мимо. Уи-и, мимо. Как это может вообще вызывать какие-то эмоции? Ну, я не верю в это говно. Понимаете, вы должны участвовать, сука, в битве, блин. Древней битве, кровавой, сука, на ножах. Там, где идет просто, я не знаю, какой адреналин должен заскаливать. Это не когда ты там в перекрестье прицела там кого-то поймал, нажал кнопку, он упал, понимаешь? Это гораздо страшнее. Это когда ты лицом к лицу, блин, слышишь его пот, слышишь его вони за рта, блин, втыкаешь ему и выпускаешь кишки, блин. Ты это ощущение вообще хоть как-то можешь испытать вот это вот говно? Я не знаю, ребята, блин. О, тут еще как он показал. Ну-ну-ну, давай, давай, давай. Уи-и, чего делаете вообще? Дайте догадаться. Я не понимаю. Опа. Сердечный приступ. У меня тоже сейчас будет. Смотри, смотри. По спине. Вау. Пацаны, он попал. И? Где это стучат? Сказал он. Ясно. Иногда они попадают. То есть, ну, было бы странно, если бы при стольких взмахах из-за ста человек никто ни в кого не попал. Кто-то случайно попадает, и это создает некое впечатление, да, иногда. Но, блядь, сколько раз он не попадает, и это создает абсолютно противоположное ощущение. Гораздо чаще они, как ни странно, не попадают, понимаете? И они, блядь, они, ну, они, это пластиковые скелеты нарисованные, которые пытаются анимировать путем компьютеров. То есть, это не захват движения. Это неестественно. Это пластиково. Это, сука, мультяшка вонючая. И мало того, что они не делали захват движений у воинов, так они еще и не делали захват движений в паре. То есть, синхронно. Они этого тоже не делают. Говорят? Говорят, что, типа, вот он, кстати, обмолвился. Я слышал просто, я звук-то вырубил, да? Потому что пошел он нахер. Он там говорил, что синхронной анимацией, типа, продолжительность битвы увеличивает. Это чушь собачья, блин. Нету более динамичных битв, чем в Сёгуни и Ватиле. Это самые динамичные битвы вообще во всех тут лаварах. Динамичнее даже, чем, наверное, в Медивеле. Хотя могу ошибаться, я в Медивеле давно не играл второй. Но по моим впечатлениям, вот из всего, что я сейчас играю, это самые динамичные битвы. Там битва только начинается, резня-резня, полуотряда нет, блин. Там синхронная анимация, представляете? И в Сёгуни-2, и Ватиле есть. Так, опа. Видите, два брата-акробата. Вот им надо на синхронном плавании выступать как раз. Если говорить о синхронности, он третий их догоняет, четвертый. Сука, какие же пластиковые, ёб твою. Это даже, понимаете, это даже для мультиков нельзя использовать. Чего ж про игру-то говорить? Это полный пиздец. Но! Они добавили формации, пацаны. Они слушают нас, понимаете? Тут формации есть. Там в начале битвы он показывал, что есть формации теперь. Я не буду на этом застрять внимание, потому что... Они... Ой, блядь. Я не знаю, пацаны. Что происходит вообще? Вы можете мне объяснить? Нашел время поднять, сука, свой гитаганчик вверх. Да, булава машет. Вообще похуй. Ни то никуда не попадает. Меч пролетает сквозь текстуры, короче. То есть, он... То есть, нам говорят, что типа, если будет один юнит биться с другим, да? То типа, это не реалистично. Есть такие индивиды, которые в комментариях писали, что типа, вот у тебя один на один выходит. Это типа не реалистично. Ты же должен драться против всех сразу. Ну, ребята, вот здесь он машет. Он машет все равно конкретно в одного человека. Все равно. Меч пролетает сквозь всех остальных, кто рядом стоит. Он их не касается. Если вы об этом говорите, что типа, так реалистичнее, когда он не дерется один на один с кем-то. Типа, что не идет лок, как это, замочивание... Блин, замочивание, замок, это лок, как это, зацикливание, за какое слово-то правильно. Не идет фиксация на одной цели. То есть, что вражеский солдат против солдата нашего не выходит один на один и не фиксирует цель друг на друге. Они не дерутся один на один. И типа, защищальщики современных тоталваров говорят, что это более реалистично, потому что, когда ты дерешься свалка на свалку, ты можешь любого ударить слева направо. Там соседа справа, соседа слева. И типа, ты дерешься против всех сразу. Да? Посмотрите, как этот чел махнул, и он просто ни в кого не попал. Ни в этого булава сквозь него прошла. Сука. Ни в этого булава сквозь него прошла. Вы это хотите сказать более реалистично? Вы еще издеваетесь, что ли? Если бы это действительно было так, я был бы только за, конечно. Ты кидаешь булаву, попадаешь в соседа справа, сносишь голову тому, кто посередине, и еще немножко тому, кто слева достается. Ты такой богатырский замах сделал. Так это же не так. Он пролетает сквозь текстурки, блин, и не попадает ни в кого. Потом проходит секунда, и тот, в кого он целился, а он целится в конкретного, и точно так же фиксируется именно на одном, как и раньше было. Тогда тот просыпается и падает от сердечного приступа, если хп кончилось, конечно. А если не кончилось, то не падает. Понимаете? Никто не убрал залочивание на одной цели. Это осталось. Просто убрали анимацию. Убрали синхронную анимацию, когда два человека дрались друг с другом, и когда у них соприкасались оружие, когда он попадал ему четко в пузо или в голову, и от этого был какой-то эффект. Это просто убрали. Вот и все. А залочивание никуда не делось. И в Архаммере точно так же. Сквозь текстуры все пролетает. Вы чего? Ну, совсем-то говно жрать-то, блин, наверное, не стоит. Но вот да, они посмотрели, наверное, мой ролик про анимации и сделали убегающих похожими на убегающих. Это большой плюс. Наверное, сука, наверное, с Атилы такого не было. Последний раз я видел с опущенной головой бегущих легионеров в Атиле. Я, наверное, сейчас не буду здесь искать. Вы сами посмотрите все. Как убегают в Сегуне ребята. Как убегают в Атиле. Тут все это есть. И как убегают китайцы, блин, когда они просто наступают в другом направлении. Короче, из хорошего могу сказать, что добавили формации. Это плюс. Добавили убегающих. Это плюс. Пока ничего не могу сказать про то, как работает стрельба. Кроме того, что сопли они как бы остались. Но я, наверное, могу сказать, что физики по-прежнему нет, звука по-прежнему нет. Он наложенный. Попадание стрел отображается облачками. Точно так же, как было в Китае. Точно так же, как было в Троя. То есть, из хорошего, ну, только, наверное, можно назвать формацией. Что? Еще? Не знаю. А, и убегающих, анимированных убегающих отрядов им парочку добавили. Один держится за правый бок, другой держится за левый бок. Все. Две. А так они бегут, одинаково держат копья. Абсолютно. Вот когда убегают, они немножко их, да, там, смещают чуть-чуть. Они начинают болтаться, да. Веса не чувствуется у копья. То есть, это палка, у которой нет центра тяжести. Это палка абсолютно без веса. Она просто... Знаете, как когда вы держите палку из пенопласта. Держали когда-нибудь длинную палку из пенопласта? Не знаю, все коробки какие-нибудь распаковывались с чем-нибудь длинным хоть раз. Вот вы берете палку, которой веса нет. Она примерно вот так вот и держится, да. Вот он держит за конец, либо держит за начало, либо... Когда он ее начинает поворачивать в руке, она... У нее нету инерции никакой, не чувствуется баланса, ничего. Это почему так? Это потому, что это пластиковая хуйня. Это не задержка, это не захват движения. Именно поэтому вообще нету никакой физики в этом. Поэтому это выглядит настолько убого. Когда они держат в руках просто пенопластовые палочки. Которые стилизованы под копья. Что еще сказать? Я не знаю, как разжевать. Наверняка, может быть, ботов каких-то используют. ЦАшники, что всякую херню постоянно пишут под роликами. Короче, идите в жопу. Ну, не вы, а вот эти вот пиццы.